Поздравляю всех с праздником Дня Победы и какой же я танк мог приготовить для вас в этот день! Естественно, наш дед ИС-7! Пора уже пройтись по этому аппарату и узнать, как он себя сейчас чувствует в рандоме, готов ли он раздавать свои вертуханы. Что есть у настоящего деда? Естественно, дрын 130 мм, шикарнейшая пуха, 670 у нас получается урона, 670 урона на четвертом уровне, 570 пробития. Альфа шикарная, фугасы еще интереснее, тут урон может вылететь по 1000, ну или плюс-минус 1000, пробитие 45 мм, но понятное дело, что в обычных условиях это, ну, типа обычные фугасы, но на этих уровнях очень много картона, поэтому, помимо замечательных фугасов, для картона у нас еще припасена 14,5 мм пулемет. Шикарно тоже берет картон, да и в принципе некоторые ОБТ вполне себе в корму, например, пробивают. Так что и это, и это, короче, все здесь, естественно, стоит пользоваться. Что касается улучшений, то здесь, в общем-то, особо смотреть нечего. Дымы здесь ТДАшка, поэтому не самые, конечно, приятные и удобные дымы, но какие есть, особо здесь ничего интересного дальше нет. Что по оснащению? Мне нравится вариант с Алисой Кархоном, потому что это что? Это Дед, Дед любит что? Это идти вперед и всех таранить, поэтому я поставил как раз, ну, у Алисы здесь перки есть на таран, плюс я поставил экипажу перки, опять же вот здесь плюс к тарану, ну и в принципе давайте сразу покажу, какие поставил перки. Пушка, естественно, жесткая, но косая, поэтому все на точность скорость прицеливания, на скорострельность, этого всего нам не хватает. У нас как бы минус 6 градусов, точность не очень, время прицеливания не очень, в общем-то, особо ничего удивительного для Деда и СА7 нету. Поэтому мне нравится очень Алиса Кархоном, плюс еще этот скрытый союзник периодически дополнительный делает дамаг. Ну а так на самом деле, ну и плюс, да, самое-то вкусное, что я хотел сделать, почему Алиса это плюс ХП. 3.300 на четвертом уровне, это достойно. Разобрать вас не так уж и просто будет. Поэтому Алиса здесь идеально подходит, но в целом командира здесь можно поэкспериментировать, кого угодно можно поставить, и сюда можно и на Альфу воткнуть того же Кортеза, и в конце концов ту же Фелию, я не знаю. Ну то есть все, что угодно, ну и из обычных прокачиваемых командиров, любого командира на ОБТ, как бы подойдет особо такого, желательно, наверное, на подвижность, потому что, ну как бы, это дед опять же. Две ремки и огнетушитель обязательно, огнетушитель обязательно, потому что все, что летит вот в эту область, практически всегда вызывает пожар. Хоть два огнетушителя вози, я реально в одном бою меня дважды успели поджечь, это конечно жесть. По оборудованию, как я уже сказал, все на точность, на время прицеливания и на скорострельность, тут особо ничего такого не придумаешь. Броня, и броня здесь есть, ну наконец-таки у нас есть. Были времена, когда он был то очень, то не очень в плане брони. Сейчас это выглядит вот так. В принципе, ну вот если вот прям ровно поставить, НЛДшка не маленькая. Но, если мы буквально начинаем вот так доворачивать, то тут уже полосочка начинает скрываться с пробитием 570. Есть какие-то небольшие наклоны, сюда уже может не залететь и в итоге остается небольшая полоска. И что самое приятное, смотрите, здесь можно, тут как бы два варианта танкования. Ну классический рамбом выезжаешь, то есть через борт играть. Но он мне, если честно, не очень-то нравится такой вариант, потому что здесь тоже вот задняя часть, ну как бы миллиметров мало, но вроде как 71 градус должны бронебойки рикошетить. Так что в целом можно пробовать бортом, но посмотрите под каким углом он может выезжать и передом. То есть эта гусля просто не пробивается вообще. Вот здесь вся эта часть борта, она вот под таким углом просто не шьется и соответственно НЛД у нас очень маленькая становится. Поэтому с вот такими раскачками из-за поворота выезжаем, танкуем, ну мне кажется так даже удобнее. Так что в целом броня здесь есть, она неплохая. Против ПТУРов, наверное, это единственное то, что как бы не очень-то, естественно, не очень-то любят все, в общем-то, танки в то время. Они не очень-то любят ПТУРы. Ну давайте возьмем какой-нибудь средний, вот 750 пробоя. НЛД-эха уже здесь, опять же, с доворотами, кстати, выглядит почти так же. Если, конечно, какие-то будут пожестче ПТУРы, то тут уже открывается все это, вот 850 пробития. Полноценно открывается все полностью НЛД. Даже с доворотами будет залетать. Это как бы единственное слабое место. Хотя вот здесь, опять же, показывает зеленое. Но, да, вот местами, местами здесь есть варианты, куда пробить. Но вообще вот здесь вот 1300. Здесь есть замечательные экраны, поэтому эти экраны в бортах должны танковать ПТУРы. Но и вот судя по миллиметрам, так это, по идее, и будет происходить. Так что вот так по броне. ИС-7 ощущается ровно так, как и должен ощущаться. ИС-7, он тяжелый, неповоротливый. Ну, если сравнивать с современными УБТ, тяжелый, неповоротливый. Назад, как обычно, не едет, только вперед. И если он едет вперед и держит противников перед собой, он реально может, этот танк будет прорыва. Особенно всякий картон гонять. Единственное, чего он, естественно, не любит, это когда всякие эти мелкие блохи начинают его окружать и крутить. Вот тут возникают проблемы. Мы просто не успеваем за всеми доворачиваться. Как я уже говорил, там в корму залетает какой-нибудь кумуль, лептур, и может сразу же с первого выстрела вызвать пожар. И тут у нас начинаются проблемы. Но если мы держим противников перед собой, то или, или у нас там, например, один противник какой-то картоневый, то мы бежим просто за ним по пятам, даем ему в догонку лили и переключаясь, не забывая переключаться на пулемет, который, как я уже сказал, тоже пинает картон очень хорошо. Ну и, в общем-то, некоторый ОБТ вполне себе может взять. И это, в принципе, то, что и должен делать ИС-7. Меня, честно, порадовал. Вот на данный момент то, как сейчас играется ИС-7, мне нравится. Да, здесь, ну, то есть, как бы, поймите, если мы сравниваем, если мы говорим о старом советском танке, то у вас вообще не должно быть каких-то претензий к долгому времени перезарядке, к точности орудий и так далее. То есть, ну, лично для меня это все было естественно. Ну, типа, ну, естественно, с такой тем более Альфой здесь долгая перезарядка, вот, почти 11 секунд. Естественно, здесь точность не самая лучшая. Хотя, на самом деле, мне кажется, раньше она была хуже. То есть, даже с нынешней перезарядкой, ну, как бы, хватает вполне себе выцеливать какие-то слабые зоны у других ОБТ. Ну, то есть, с этим проблем абсолютно никаких нет. Поэтому, хорошая Альфа, хороший, опять же, есть пробой с Альфой. И есть фугасы. С фугасами история какая? Вы, ну, естественно, видите картон, включаете фугасы, переключаетесь на них моментально. Это тоже должно быть у вас сразу в подкорке. Ну, единственное, вот, блин, нужно понимать все-таки, по какому картону эти фугасы точно пройдут, а по какому лучше не стоит рисковать. То есть, чуть дальше будет как раз такой момент, а, собственно, вот он как раз сейчас и будет, когда приезжает картон, вроде бы, драгун, и я, конечно, поторопился, да, я переключаюсь сразу на фугасы, и вроде бы вон они, вон он сейчас, только что была зеленая какая-то зона, и я стреляю и попадаю в оранжевую, всего лишь 278 даю. Такие моменты, конечно, не очень-то приятные, но в основном всякие там БМД-хи, БМП, по идее, тоже фугасы все эти залетают. Комбинируя с автопушкой, точнее, не автопушкой, а пулеметом, отлично пилится, то есть, если какой-то на вас скрывается картон, он один, то в целом, учитывая долгую перезарядку, вы не остаетесь без вооружения, вы можете включать этот пулемет, пока там у вас пушка основная перезаряжается. Да, там копейки, по сути, вы накидываете по чуть-чуть совсем, но, как бы, это лучше, чем ничего, лучше, чем просто стоять и ждать свою перезарядку, согласитесь. Но в остальном вооружение, как бы, ну, вооружение здесь злое, броня здесь реально для деда есть. Мне кажется, вот в старые времена, из седьмой, одно время был, насколько я вот так помню, не особо как-то вот он выделялся, там была другая, совершенно другая броня с этими, с теми самыми пробиваемыми щеками, вот этими щучьим его носом, там, в зависимости от того, как ты подвернешь, то там броня, тебя, в принципе, периодически шили и прям вот в ВЛД. Сейчас броня сделана так, ну, ее подстроили под броню у всех одинаково, по сути, и кому-то не нравится, но этот танк стал точно крепче, потому что только палочкой МЛД, раскачка, гусеницами вертите, и это все может танковать сейчас вполне себе, тем более с большой дистанции. В общем, выкатывать периодически ИСа седьмого, это такая традиция, ну, по крайней мере, у меня, потому что этот танк абсолютно отличается, ну, то есть, как будто бы ты, ну, немножко попадаешь в другую игру, ну, сами знаете, какую, да, где есть ИС седьмой на десятом уровне. То есть, вот, ощущения именно такие, то есть, он какой-то не такой, он какой-то медленный, он какой-то неповоротливый, все какое-то не такое, как у других ОБТ, но это весело, единственное, как бы, ну, сейчас не очень-то весело, в том плане, что попасть, тем более быстро, в какой-то полноценный бой 15 на 15, на четвертом уровне, что-то становится все сложнее и сложнее, как-то здесь, мне кажется, нужно чем-то бодрить этот онлайн, иначе, как бы, ну, на первых уровнях только бои 7 на 7 будут закидывать, и все. Вот это не очень весело, хочется, как полноценных таких заруб, когда в противоположной команде не два, там, три ОБТ, а когда их, там, штук 6, 7, и вот с ними поместиться, так, полноценно. О чем я еще не сказал, ну, опять же, в ту же копилку, криту и масти, с экипажем здесь все тоже так себе, периодически залетающие в туры и кумули хоронят экипаж, там, командира я уже терял, наводчика, ну, блин, ставить сюда аптечку, ну, не вариант, потому что здесь огнетушитель 100% нужен, а ремки, две ремки нужнее, чем все-таки аптечка, как-нибудь без аптечки справимся, мы же деды. В общем, вот такой вот он сейчас суровый из седьмой. Не забываем ставить лайкосы, подписываться, и у меня все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok